так дружанки всем по привету находимся на айрон маракас вот это вот новая лайтуха которая на 172 моторе с баланс валом 6 ступочках я так понимаю сюда ехать нельзя наверно там трасса проходит кусок в общем сейчас посмотрим что это за мотоцикл вибраций таких нету как на 172 моторе без баланс вала это совершенно другой мотор как мне кажется этот мотор чуть-чуть поспокойнее но хотя тоже едет конечно неплохо сейчас посмотрим какой там карбюратор я покажу мотор подвеска здесь вы все знаете достаточно мягкая наверное та же самая подвеска которая стояла на предпоследней лайтухе более-менее нормальная короче подвеска на этом мотоцикле можно уже чуть-чуть побольше позволить себе чем на прошлой версии лайтухе потому что опять же повторюсь баланс валом мотоцикл и соответственно уже не такие вибрации плюс 6 ступка не знаю что он там по скорости выдает какой крейсер какая максималка сейчас посмотрим по звездам какие стоят скорее всего 1346 стандартный мне так кажется это наверное медиум пошел я так думаю во всяком случае а нет это уже наши пошли это уже поехали лайт и джек увидел там в общем и целом мотоцикл приятно давайте здесь остановимся сейчас я посмотрю на мотор мотоцикл высоковатый вот такой вот мотор сейчас посмотрим что у него там маркировка 172 fm m3a но он выглядит иначе вот это ребята смотрим таком уже сказали что поменяют уже будет вот такая вот лапка переключения в данный момент она расположена не совсем удобно потому что она ниже уровня самой подножки а поднять выше нельзя иначе вверх потом не переключишься в общем следующих партиях а может и на эти партии они изменят и не знаю как там будет вот такая вот лапка переключения ну либо покупать сторонние вот так вот выглядит мотор с этой стороны непривычно такой заостренный мотор зонкшин без смотрового окна тоже щупом карбюратор стоит т.е.28 это проверенный карбюратор для данных моторов в принципе ставится практически на все мотоциклы где есть 172 фмм мотор ну в остальном это в принципе та же самая лайтуха те же подвески те же тормоза все тоже сам по ощущениям мотоцикл по приятнее из-за того что нету вибрации под настроить наверно надо чуть-чуть есть провал так ребят advance кстати у него уже ручки не ломайки стоят там я не посмотрел по моему их нету мотор 172 фмм а вот здесь чувствуется что у мотора вибрация прямо на руле на подножках на вибромашина но везет он хорошо в принципе кстати здесь карпа лучше отрепетирован наверное такой же стоит опять же надо посмотреть по я 28 должен быть на эти моторы все ставят одни и те же карбюраторах дубовый конечно он намного дубовее чем лайтуха сцепление немножко ведет сейчас я им его подкручу здесь с регулировками непонятно где что не буду я в него лезть короче ведет сцепление надо полностью выжимать пятерней если не пятерней выжимать как обычно там одним или двумя пальцами то получается что упирается в еще два пальца и ты его не до выжимаешь но это неудобно надо отрегулировать честно говоря не знаю как его регулировать короче лезть не буду он видите мотоцикл начинает ехать он поменьше поудобнее наверное там козлить учиться допустим он короче меньше но вибрации конечно с тем мотором ощутимо здесь больше причем везде вот на руле на подножках очень сильно чувствуется вибрация да я к тому что с баланс валом все-таки он менее вибро нагружены газу даешь в руки отбивают но сыну наверное бы взял под ребятки 300 к гидравлическая новое сцепление там какие-то доработки это неважно что они доработали она легче выжимается и информативно работает более-менее но насколько я это могу протестировать насколько у меня хватает моего скилла моего опыта вот это 300 кубовый мотор лично мне очень сильно нравится я имею ввиду с бигбором на 300 кубов вот с этим сцеплением кстати да действительно она работает информативно и легко низа у мотоцикла намного лучше чем у 250 ки 177 мм а вот допустим куму наоборот нравится больше 250 к потому что она лучше крутится на верхах это лучше на низах себя чувствует именно с этим бигбором подрыв у нее очень хорош тормоза тоже классная не всегда эти тормоза нравились прокатился немножко на лайтухе но к сожалению про втыкал и когда были свободные дорожки тропинки я с людьми общался а потом когда решил покататься началась гонка и получается что со всех сторон все закрыто некуда было даже разогнать мотоцикл как на островке очутились поэтому конечно же представление о дырчиках я не сложил но некоторые нюансы они в принципе понятны допустим новая лайтуха она конечно прикольно мотором тем что нету вибрация на 6 ступка не за хорошие середина более-менее а верхов ну вы сами понимаете я не смог даже попробовать что касается трехсотки но мне лично нравится ребята доработали сцепление не знаю каким макаром честно говоря это наверное они сами расскажут когда будут продавать технику сцепление стало информативнее 2t даже не стал пробовать потому что это не моя тема и мне она неинтересна а вот advance ну какой-то непонятный да это дешевая версия колеса 2118 это что-то наверное наподобие дирекса может быть я не знаю но вот что то такое уже не питбайк но еще не полноразмерный мотоцикл дубовые подвески возможно что они регулируются каким-то макаром что можно их отрегулировать подстроить под себя но вот именно в стоковом состоянии они к сожалению дубовые особенно задние но и опять же мотор 172 без баланс вала сильно вибрирует и тем не менее его чувствуешь как-то более уверенно что ли потому что он меньше он меньше и учиться каким-то сложным элементам может быть я так подозреваю на нем будет проще он дешевле лайтухи он до 2000 лайтуха сейчас уже с баланс валом где-то 2 500 приблизительно стоит то есть цены ползут вверх и вот этот именно момент честно говоря не радует если первые лайтухи стоили там 2 300 по моему сейчас уже 2 400 2 500 прошки тоже поднялись цене но сожалению она вот так а и 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